Свердловская филармония традиционно открывает продажи концертов нового сезона ярмарками абонементов. Очереди слушателей выстраиваются у филармонии за несколько часов до начала работы ярмарки. И все это ради того, чтобы успеть первыми выбрать желанные места. Мы ходим в филармонию на концерт, на детский концерт, называется музыкальная энциклопедия. Получается это 4 концерта в год. Ходим с ребенком, очень нравится. Концерты очень познавательные, интересные, содержательные. Даже вот когда слушаешь, когда рассказывают рассказчик об этом концерте, много узнаешь сама что-то нового, интересного. Абонемент. Мне вот, например, детский удобней. Крамор тоже удобней. И все-таки по абонементу там цены, по-моему, корректируются как-то подешевле, нежели вот отдельно каждый билет по тематике купать. Специалисты, музыканты формируют вот эти абонементы, очень интересно подбирают каждый раз. И не надо каждый раз идти в кассу. То есть это происходит раз в год. Покупаешь раз в целый год для всей семьи абонементы. Уже купила спокойно. Концертный зал Свердловской филармонии предлагает около 40 концертных серий абонементов. На любой вкус и кошелек среди них симфонические, органные, камерные, хоровые, детские, джазовые программы. Следующая ярмарка абонементов в стенах Свердловской филармонии состоится 24 и 25 апреля. В 12 я стал замечать за собой, что мне нравятся инструменты ударного профиля, в частности барабаны, не муронофоны, как я стал. Чаще обращать внимание в эту сторону. И потихоньку втянулись. Это самый маленький из известных мне бубнов, рамочных барабанов, так называют. Который имеет всего лишь одну пару звенящих тарелочек. На нем натянута изменинная кожа. Барабаны, бубны такого плана, такой традиции. Их родина это Индия. Вот они внутри простотелые. Этот изготовлен из красного дерева, из кусочка. Вот я его сам делал. Тяжело было себе представить, что на этих останках можно что-то изобразить, играть и прочее. Ну, я и трое моих единочателей как-то решили, что это не помеха. Мы взялись это все реставрировать. Ну, наверное, к этому моменту можно нести начало вот того, что я пробовал свои силы в изготавливании инструментов. Второй международный музыкальный фестиваль Евразия уже не за горами. И начиная с этого выпуска видеодневника, мы будем знакомить вас с его героями. И сегодня это замечательный скрипач Сергей Крылов. Музыкальному миру его открыл Мстислав Ростропович, когда сказал о своем молодом коллеге, безусловно, это один из пяти лучших скрипачей современности. А вот российской публике Сергея Крылова открыла Свердловская филармония. После 15-летнего отсутствия музыкант дал свой первый российский концерт именно в Екатеринбурге. И с тех пор в плотном гастрольном графике музыканта каждый сезон значится выступление в нашем городе. Ближайшая встреча с Сергеем Крыловым ждет нас на открытии Международного музыкального фестиваля Евразия. Город Краснотуринск давно строил планы по вступлению в проект виртуальный концертный зал. На базе центральной городской библиотеки сформировалась лидерская группа, практически готовое филармоническое собрание Краснотуринска. В него вошли люди, заинтересованные в деятельности виртуального концертного зала. Совсем недавно в библиотеке были созданы необходимые технические условия для приема трансляций. Наш город находится на периферии Свердловской области, на севере, севернее нас, только и в деле Североуральск, но очень далеко от областного центра. И, конечно, обделены вот с теми музыкальными впечатлениями, которые могут себе позволить жители близ лежащих к Екатеринбургу городов Свердловской области. Безусловно, это перспективно, потому что, ну вот, конкретно на нашей территории такого нет, и это будет востребовано. И я считаю, что отклик в сердцах наших жителей это найдет. Первые посетители виртуального концертного зала в Краснотуринске смогли посмотреть концерты в тестовом режиме. Скоро их ждет прямая трансляция из концертного зала Свердловской филармонии. По словам начальника управления культуры городского округа Краснотуринск Марины Мухуновой, с каждым годом деятельности виртуального концертного зала людей, которые искренне любят музыку, будет становиться все больше и больше. На этом все. Информацию о следующих трансляциях из концертного зала Свердловской филармонии вы найдете на сайте сгав.тв. Следуйте за нами в Твиттер, канале Сгав Нижний Пробел Тви. Держите с нами обратную связь на наших страницах в социальных сетях. С вами была Софья Гунба, виртуальный концертный зал Свердловской филармонии.